Итак, приветствую, друзья. И знаете что? Мне позвонили две красивые девушки и говорят, Макс, приезжай, давай искупаемся, давай покупаемся в бассейне, и я тебе кое-что покажу. И говорят, я тебя встречу в купальнике. По итогу, как это всегда и бывает, знаете, когда риелторы делают всевозможные красивые объявления, а вы приезжаете, а там некрасивая квартира. Ну, бывает же такое? Бывает. Так вот, вот такой вот купальник. Спасибо. Вот такой купальник, нет, но от этого объект, который ты будешь презентовать, он плохим не становится, потому что, насколько я знаю, это все с документами, наконец-то, апартаменты, да? Все сдано, все выписки на руках, заходим, делаем ремонт и начинаем жить, либо сдавать. Ну, коротко про вот дом, что он из себя представляет? Что такое даймонд? Это значит у нас корпус из трех этажей, об этом ты у меня спрашиваешь? Ну, наверное, да, три этажа. Да, три этажа. Сегодня мы посмотрим бизнес-корпус, там у нас лифт, на территории бассейн, детская площадка и вообще все для отдыха комфортно. Да, минимальная точка входа, чтобы, знаешь, чтобы там, если что не смотрели, если люди хотят купить квартиру за полтора миллиона рублей на Фабрицусе, ваши соседи же продают по полтора миллиона рублей, правильно же? У соседей нет нас, нет бассейна. И документов. И документы, в числе, но не будем говорить. Да нет, зачем документы, когда полтора миллиона рублей, зачем документы, так все рассуждают мои клиенты. Макс, ну на вкус и цвет. Ну, я согласен. Нет, давай про конкурентов ничего не будем. Я просто хочу сказать, что, ребят, вот такой вот красивый домик, это у нас действительно категория бизнес. Мы туда сейчас с вами пройдем, все это посмотрим. Я так понимаю, наверху, это у нас пентхаус, да? Да. Что-то почерк знакомый, почерк, почерк знакомый, прям как будто вот, знаешь, как есть парадис. И вот у них прям верхний этаж сделан примерно так же, так же хорошо, красиво и прекрасно. Мы же все знаем, что зачем изобретать велосипед, но мы лучше. В этом доме что-нибудь есть у нас? В этом доме есть кое-что перепродажа. От скольки? Перепродажа у нас в этом доме, к сожалению, нету. Есть в соседнем, в третьем корпусе, 8-132-500. Это двухуровневая квартира на первом этаже, 42 квадрата. Не, не пойдет такое. А здесь что у нас получается? Здесь у нас замечательная квартира, самая удобная по стоимости, это 26 квадратных метров за 6,800. А вот этот что у нас за сарайчик? Ну, ладно, хорошо. Это прекрасное здание, отдельно стоящее, коммерция. Два этажа, 58 квадратных метров. И что там будет? Все что угодно, хочешь будет магазин, шоу-рум, можешь там заселиться, и это будет твой отдельно стоящий дом. А можно купить? Можно купить за 24 миллиона. А сколько квадратов за 24 миллиона? 58. В смысле 58? 58 квадратных метров. Так, мне кажется, он больше, или один этаж продается, или нет? Нет, продается два этажа, один собственный. Ну, давай скажем, что 70 квадратов. Нет, ну, и что там можно сделать такую коммерцию? Магазин, шоу-рум, салон красоты. Вот как вы думаете, что нужно для человека, который приехал в Сочи отдыхать? У него рядом бассейн, море, и он кайфует. Какой магазин ему нужен поблизости? Блин, ты не говори слово кайф, у нас просто одного риэлтора, блогера, ты его знаешь, его за кайфушки закрыли. Поэтому давай получать удовольствие, будем так. Да, получать удовольствие в полной мере. Что не хватает на территории? Ну, не знаю, смотри, давай все-таки посмотрим одним глазом коммерцию, потому что я думаю, что коммерция многим будет интересна. Действительно, можно сделать и парикмахерскую при желании, можно сделать и какую-то там косметологию и так далее. Ну, вообще, вот это сейчас модно, актуально, и летом вообще прям, ну, будет очень... Ну что, пошли, пойдем, посмотрим. Там много вариантов хоть нет? Первый, второй этаж. Первый, второй этаж. Третий этаж пока оставили, да? Третий, да, и пентхаусы пока тоже оставили. А документы уже есть, да, получается у вас? Документы есть, все разделено. Выходим на ДКП. Расшифруй, пожалуйста, людям, что такое ДКП. Доковор купли-продажи. Вот все, да, отлично, ребят. Давайте мы сейчас с вами попробуем пройтись. Ну, мне вот что-то не нравится коммерция. Проходи, проходи, я первый боюсь. Поэтому сейчас мы посмотрим. Здравствуйте. Документы тоже действуют. Да, доставка. А, уже живут, да, уже? Да. Скажи, пожалуйста, смотри, какой прекрасный автомобиль, да? Ну, скажи. Жаль, что не розового цвета. Да, у человека есть вкус, да? Да. Значит так, вот коммерция у нас получается отдельно можно купить за 26 миллионов. За 24. За 24 получается, за 24 миллиона. И по большому счету, что хочешь там, то и делай. Можешь на втором этаже жить, а на первом этаже можешь что-то сделать, да? Пекарли. Ребят, это, кстати, хороший вариант. Если вдруг кому-то хочется бизнес и так далее, вы можете второй этаж сделать жилой для себя. А здесь, в принципе, вот смотрите, подъездные пути нормальные. Это у нас развилка идет на Соболевку. Там дальше транспортная. А вот с той стороны у нас получается рынок. В принципе, сюда подъехать очень комфортно, поэтому эта коммерция будет пользоваться спросом. Пошли внутрь лучше. Пойдем, я тебе сначала кое-что еще покажу. Ну, давай, давай. Посмотрим в бассейне. Искупаемся. Как ты мне сказал, приезжай, искупаемся в бассейне. Знаю я ваши приколы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ребят, давайте посмотрим. Да, конечно же, наш бассейн. Какая чистая водичка. Мы наполняли, наполняли. Он подогреваемый будет или не подогреваемый? Не подогреваемый. Не подогреваемый, да, чтобы дешевле были коммунальные платежи. Все верно. Все, понял, все. Значит, так, здесь у нас оборудование, которое будет все чистить, ребят. Ну и давайте посмотрим вот сам домик. По сути, у нас получается только старт продаж. Давай здесь, наверное, зайдем потихонечку. Аккуратненько. Мы сейчас посмотрим, как ты будешь проходить. Если ты не упадешь, я тоже пройду. Итак. Я сразу же обращаю внимание. Бизнес-корпус уже лифт, который поднимается до четвертого этажа. Мы помним, что на четвертом этаже у нас пинхаусы. С отдельным ключом. То есть прям приватная зона. Пинхаус пока не продается, да? Пока он продается. Ну, давай посмотрим то, что продается сейчас. Вот дай мучку. Ну, смотрите, да, картинки повесили. В принципе, так романтично, прикольно все сделано. Это наш солнечный Сочи. Фотографии. Чтобы никто не забывал, где он находится. Ну, фотография, как будто девочка делала в Инстаграме. Там столько всего добавила. Но не такой красивый Сочи, как у вас на фотографиях. Ну, реально. Шучу, шучу. Заходим. Это у нас что? Это у нас 45 квадратных метров. Планировка. И стоимость на сегодняшний день. 12 до 50. Ну, да, посмотрим, что же здесь. Проходи. Сначала женщины и дети. Итак, ребят, три окна. Поэтому можно распланировать, как вам будет угодно. Просится сделать отдельную спальню. Вот именно с этой стороны. И вот такая кухня-гостиная с балконом, да? Да, почему бы и нет. Но мне хочется сделать как? Здесь спальню с выходом на прекрасный балкон. С видом на бассейн. Здесь можно сделать кухню-гостиную большую. При желании поделить на еще одну комнату. Ребят, особенности данного дома заключаются в том, что расположение. Вы не катаетесь по горкам-косогоркам и тому подобное. Это тоже не обращайте внимание. Это все скоро у нас приберется и уберется. Поэтому факт то, что нормальные подъездные пути, это в Сочи очень редко. Максим, а ты знаешь, что будет здесь? Что здесь будет? Здесь будет небольшой торговый центр на 2-3 этажа. Тоже, что является большим плюсом. То есть самое необходимое... Торговый центр будет здесь, да. Хотя здесь уже у нас и рынок, и все. В принципе, хорошее, удобное расположение. Давай посмотрим, что-нибудь такое более бюджетное. Наверное, все сейчас в связи с долларом, в связи с рублями, наверное, все хотят все-таки подешевле что-нибудь. Потому что, мягко говоря, не каждый может себе что-то позволить. Ну вот 8,640. Да, мы посмотрим еще два варианта побюджетные и оцениваем его. 32 квадратных метра, 8,640. Это помещение от застройщика продается. И еще забегу вперед, расскажу, что у нас классная рассрочка действует 50 на 50. То есть сейчас вы оплачиваете 50%, оставшуюся сумму до 12 месяцев раз в 2 месяца без удорожания. Хорошо. Кстати, ребята, такие предложения обычно можно встретить только весной и летом. Осенью, когда сезон, обычно застройщики ни на какие уступки не идут, потому что и так все покупают. Сейчас, в принципе, мы видим с вами хорошую, нормальную, просторную... На комнату? Да, на комнату даже. Либо прям шикарную делать студию. Кому что больше нравится. 33 квадратных метра, да? 32. 32. В принципе, это первая квартира, которую я купил себе в Сочи. И, в принципе, я остался довольный. Что касается квартиры, есть балкон, алюминиевые у нас окна. Тут тоже большой плюс. И, в принципе, газ здесь не будет, да? Электричество. Электричество. Сразу. Компликации все центральные, отопление электрическое, теплый пол. Отлично. Давай еще так, что-нибудь посмотрим для разнообразия. Давай посмотрим еще что-нибудь. Здесь у нас венецианская штукатурка. Ну, и тот вот, о котором мы говорили в самом начале. 26 квадратов. Студия очень хорошая. 6,812. На этом, как я понимаю, ипотека пока здесь не проходит, да? О, ребят, смотрите, даже студия, даже небольшая студия все равно с двумя окнами. Это прикольный, даже балкон есть. Да, обратите внимание на балкон. Очень просторный. Несмотря на то, что мы находимся, так сказать, у дороги, в квартире, достаточно тихо. Сделаем ремонт, мебель и будет вообще... Нет, конечно, будет тишина. Ночью, когда спят, обычно эта дорога у нас, ну, мягко говоря, не проездная. Потому что все предпочитают по транспортной объехать. Либо же здесь есть дублер курортного проспекта. Удобно выехать и все, правильно? Поэтому переживать ни за что. Это не центр. Да, здесь, кстати, видите, можно отдельно сделать небольшую спальню и можно сделать... Да, ну, как бы, знаете, когда бюджет ограничен, ты уже чего только не придумаешь. Я тут такие квартиры видел, 43 квадратных метра с двумя спальнями и с кухней. Поэтому здесь тоже вполне возможно можно что-то сделать. Ну, я думаю, что здесь просто надо делать просто просторную студию и все. Кстати, мне бы понравилось, хороший. Еще раз, цена какая? 6,812. Что, скидки есть инвалидным пенсионерам, там, не знаю, кому-нибудь еще? Договоримся. Договоримся. Ипотеки нет пока, да? Хотя, с учетом того, что... Неактуально на сегодняшний день, Максим, ставки. Ты слышал по Сочи от 14 до 20%. По всей России, не только по Сочи. У Москвы, кстати, дороже. Да, еще и дороже. Ну что, давай коротко подведем все-таки итог. Я думаю, нет смысла еще смотреть или будем еще смотреть? Я думаю... Я думала, смотреть лучше не будем, покажем территорию. Территорию посмотрели, да, уже будет. Если коротко, получается, минимальная точка входа получается на 6,800, правильно? Все верно. Пентхаусы пока не продаются. А есть на других корпусах продажа. Здесь мы можем купить еще также коммерцию, 24 миллиона рублей. Это получается за сколько? За 50, сколько там? 58 квадратных. 58 квадратных метров. В принципе, все документы уже получены. Сразу идем... Да, самое главное, нужно запомнить, что комплекс полностью сдан. Документы на руках. Выходим до договора купли-продажи. Выписки у нас есть на каждое помещение. Все, огромное тебе спасибо. Ребят, ну давайте подытожим. Это хорошее законное жилье. В принципе, я считаю, что в этом бюджете это почти вне конкуренции. Потому что, ну, так же вы можете рассмотреть, как вариант, это стройку где-нибудь. Те же самые Мацесты там или еще где-нибудь в горах. В принципе, данному комплексу конкуренции нет. Опять же, ровная поверхность, бассейн, хороший, качественный дом. И самое главное, обалденные подъездные пути. Автобус, остановка рядышком. Легко хоть куда уехать, разъехать. Да и в конце концов, пешком вы можете всегда спокойно по улице Яна Фабрициуса дойти, например, до Светланы. Это тоже большой, огромный плюс. В общем, если вдруг понравился комплекс, обращаемся, помогу стать счастливым обладателем. Да, кстати, у них здесь, насколько я знаю, когда вы покупаете квартиру, бутылка шампанского хорошего, хорошего, введет в подарок. До какого числа у нас? До 1 апреля. 1 апреля все, извините, уже шампанское будет с вас. На этом прощаемся. Спасибо тебе за презентацию. Всем добра и пока.